Добрый день! В эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» в студии Кирилл Потемкин. Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом город Туркестан. В духовной столице Тюркского мира первый президент ознакомился с новыми объектами и открыл мемориальный комплекс «Казахские ханы». Здесь можно увидеть 21 изогнутое крыло, что означает количество ханов, похороненных на этой священной земле. Тут же Ельбасы заложил капсулы «Уло-Далаберляга». С возрождением города в целом активизировалась и историческая работа. К примеру, восстановление городища Культоби. По словам специалистов, старый город, который вызвал интерес у ЮНЕСКО, не уступает мировым музеям. Много споров и по поводу возраста Туркестана. Последние находки свидетельствуют о том, что святилище имеет не полторы тысячи, а три тысячи лет истории. Также Ельбасы побывал на спектакле драматического театра. Еще одним пунктом посещения стала научная библиотека «Фараба», которая насчитывает более 480 тысяч книжных фондов. Комплекс «Караван-Царай» – крупнейший туристический объект Центральной Азии. Объем инвестиций в проект составляет 87 миллиардов тенге. Построенный в необычном стиле, объект представляет собой торговлю на Великом Шелковом пути. В административном деловом центре города возводятся 7-, 9- и 12-этажные жилые дома. Есть план строительства до 2050 года. Рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясауи построен этно-аул, рассказывающий о традициях и культуре казахского народа. Нурсултан Назарбаев также осмотрел их. В целом, развитие Туртистана оказывает положительное влияние на регион. За последние три года объем инвестиций в развитие города увеличился в 2,5 раза, а ВВП вырос на 41%. Инцидент произошел 10 мая в Темирязевском районе. Около 17 часов в местный отдел полиции поступило сообщение, что в одном из домов села Темирязева слышны выстрелы. Прибывшая на место происшествия группа обнаружила во дворе труп 58-летней женщины. По предварительным данным, причиной трагедии стала семейная ссора. В результате конфликта мужчина выстрелил в супругу из ружья Иш. Также в доме находилась внучка, 2007 года рождения. Она получила огнестрельное ранение. В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении детской областной больницы. У потерпевшей было 9 мая день рождения, а у подозреваемого нашего день рождения было 10 мая. Ранее они распивали спиртные напитки, после этого возникла семейная ссора. На этой почве произошло это наше происшествие. Данный факт внесен в единый реестр досудивного расследования по статье 99-й части 1 УК РК «Убийство». И зарегистрирован второй эпизод по статье 99-й части 2 пункт 1-14 УК РК «Покушение на убийство». Подозреваемый во дворе изолятор временного содержания. Полицейские области расследуют смерть ребенка. 7 мая в дежурную часть отдела полиции Козылжарского района поступило сообщение о смерти младенца, родившегося в марте этого года в селе Байтирек. По данным пресс-службы департамента полиции Североказахстанской области, инцидент произошел 7 мая. Никаких телесных повреждений при осмотре малыша стражи порядка не обнаружили. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По словам 25-летней матери ребенка, она проснулась около 5 часов утра и покормила младенца. Потом легла спать. Проснувшись около 7.30 утра, она обнаружила, что ее сын не подает признаков жизни. Родные сразу вызвали фельдшера. В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. 253 пожара с начала текущего года произошло на территории Североказахстанской области. Хотя пожароопасный период только наступил. Огненная стихия уже унесла жизни 28 человек. Материальный ущерб составил более 97 миллионов тенге. Об этом сегодня журналистам рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Какие еще вопросы там обсуждали, расскажет Илья Кудряков. Дачный сезон начался. Прошлогодняя трава на пустырях высохла. А это значит, что работы у огнеборцев прибавится в разы. В этот пожароопасный период многие дачники, несмотря на сильный ветер, начинают сжигать сухостой. Пренебрегают противопожарными правилами. Как итог, пламя, которое уже без огнеборцев невозможно контролировать. Так, уже с начала этого периода у нас произошло более 300 выездов. Также у нас на территории области зарегистрировано 6 лесных пожаров. В этой связи еще раз хочется обратиться к нашим жителям, гостям нашей области, что с наступлением сухой, жаркой погоды категорически запрещено разводить костры и тем более сжигать мусор как на придоворовых территориях, так и на дачных участках. Также нужно быть всегда осторожными при нахождении в лесной зоне, то есть при разведении костров, соблюдать все требования правил пожарной безопасности. Затронули тему и предстоящего купального сезона. Несмотря на большое количество мест для купания, в нашем регионе официальными являются только 58. Сейчас этот список обновляется. По словам спасателей, за последние 8 лет ни один человек там не утонул. А вот на неофициальных, так называемых, диких пляжах в прошлом году жертвами водной стихии стали 9 человек. Один из них – ребенок. За минувшие выходные сотрудниками департамента и его территориального подразделения проведено 32 рядовых мероприятия на местах купания и рыбной ловли. Проведены разъяснительные беседы о соблюдении правил безопасности на водоемах. Хотелось бы сказать, что как жителям области, как и гостям северо-казахстанской области, департамент по территориальной ситуации в северо-казахстанской области для недопущения несчастных случаев на воде в купальный период рекомендует не пользоваться на необорудованных участках водоемов, не допускать купания детей без сопровождения взрослых, не купаться в самом главном нетрезвом состоянии, не заплывать за установленные буйки границы пляжа, то есть не нырять в проверенных местах и не подавать ложные крики о помощи. На брифинге не обошлось и без печальных известий. 6 мая в Камышах на озере Чистое в Мамлюцком районе было обнаружено тело рыбака, который пропал еще в октябре прошлого года. Тогда из-за холодов на реке встал лед, и спасатели не смогли продолжить поиски. И только спустя чуть больше полугода их возобновили. Причина гибели пока неизвестна. Специалистами назначен ряд экспертиз. Илья Кудряков, Анатолий Белонок, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.